в новых начинаниях. Многие из вас были на курсе астромагии аспектов, и кто был, тот помнит, что даже существует специальная мандала. Мандала это мандала Юпитер-Уран, которая помогает людям в начале осуществления новых проектов. Ну а сегодня мы будем говорить о том, какие ароматы, какие запахи будут способствовать нашему успеху в новых начинаниях. Всегда страшно начинать что-то новое, особенно если это до тебя кто-то уже делал, и если ты не чувствуешь в себе достаточной уверенности в своих силах. Вот это понятие старт-ап, старт-ап по-английски, то есть именно подъем с нуля. Подъем с нуля, не просто начало, а подъем с нуля. И вот какими ароматами заручиться, когда ты начинаешь новое тело. И в качестве обрушительного успеха человека, который когда-то рискнул осуществить старт-ап, я хочу рассказать вам об этой истории, и она, конечно, связана с Францией. Потому что аберология это Франция, и если вам кто-нибудь скажет обратное, не верьте. Нигде лучше не знают о дугах, о парфюме, о моде, о красоте, о стиле, так как владеют этим во Франции. Человек, о котором я вам сейчас хочу рассказать, когда-то родился в Нормандии, это на севере Франции, в городе, который называется Гранвиль. Вот это их, если так можно выразиться, родовой замок. Ну, не замок, а просто большой дом, который принадлежал отцу семейства. Не буду интриговать и скажу вам, о ком идет речь. Семейство это известно как семейство Тиор. Речь пойдет об истории Кристиана Тиора, одного из первых официально известных мастеров и кутюрье. Кутюрье, фактически даже понятие кутюрье получило распространение именно благодаря Кристиану Тиору. Я буду рассказывать параллельно с его натальной картой, чтобы мы могли фиксировать с вами в его натальной карте его передвижения и возможности. Кристиан Тиор родился в богатой семье. Видите, у нас была Коко Шанель, а сегодня у нас Кристиан Тиор. Он родился в богатой семье, его отец владел семейным предприятием, Сатурн в четвертом доме, водолеев в знаке владения. Отец владел предприятием по производству удобрений. Этот бизнес начал еще прадед Кристиана Тиора, и бизнес хорошо развивался, потому что вот этот вот такой вот какашечный бизнес, это дело очень-очень хорошее. Сатурн в четвертом доме, но не подумайте, что предки Тиора навоз забирали из-под коров. Конечно, нет. Они делали удобрения химические, химические удобрения. Ну, а учитывая, что Франция страна сельскохозяйственная, в общем, у семьи все было хорошо. Как я уже сказал, Кристиан родился в Гранвиле. Произошло это 21 января 1905 года. И как помните, у Шанель была интересная связь с русским человеком, связь не любовная, а связь именно адренологическая. Я вам рассказывал, что формулу этого уникального денежного аромата, который из себя представляет запах Шанель номер 5, разработал русский парфюмер. Русский, бежавший в Европу от ужасов Красного Октября. Кристиан Диор тоже таинственно связан с Россией. Во-первых, тем, что он родился в год первой русской революции. Он, можно сказать, ее побратим. Он родился в январе 1905 года в Гранвиле. И поскольку у семьи дела шли хорошо, то спустя несколько лет после его рождения семья переезжает в Париж. Семья переезжает в Париж. Но рос он очень скромным и застенчивым мальчиком. У него был отец бизнесмен, а мама, она была такая более богемного склада дама и тратила все деньги отца на бутики, наряды, украшения. Ну вот она считала, что живем один раз. И поэтому она была такого очень легкого склада характера. Может быть, даже немножечко с мягкими отклонениями в психике. Потому что, увы, но один из братьев Кристиана вскоре сойдет с ума. И психические отклонения наблюдались. Но у самого Кристиана их не было. Видимо, он пошел в отца, а мама была вся такая вот легкая, богемная. Зато, я думаю, от мамы он унаследовал стремление к интерес красоте. А дальше с родителями у него возник определенный конфликт. Когда он окончил колледж, возник конфликт. Родители настаивали, чтобы он отвечал политологию. Но, видимо, хотели, чтобы он стал чиновником, будущим или бизнесменом. И чтобы он учился на политолога. А в Сарбонне. А он не хотел политология. Его больше всего интересовала женская одежда. Женская мода. Он бесконечно, как навязчивая идея, во всех тетрадках, книжках, рисовал туфли на каблуках. Женские туфли. И можно даже было подумать, что он какой-то такой вот маньяк. Но он не был маньяком, а просто в нем просыпался дизайнер. А еще очень важно, что он верил в будущее и верил в предсказания. Кристиан Диор всю жизнь прожил фаталистом. Когда ему было 14 лет, он посетил в Париже известную гадалку. Гадала она на картах, ну и другими способами прорицала. И гадалка сказала, что ты будешь жить за счет женщин. Он рассказал родителям, родителям это не понравилось, потому что что это означает жить за счет женщин. Они, ты что, крестьян, будешь содержателем притона, будешь сутенером, что ли, что тебя будут проститутки кормить. Или как это, жить за счет женщин. Или ты, может быть, станешь альфонсом, родители крайне неодобрительно восприняли перспективу жить за счет женщин. Но он это запомнил. И предсказание в итоге ведь сбылось. Хотя ни он, ни родители его толком не поняли. На политологии он учился, но бросил потом, потому что понял, что это ему вообще неинтересно. А интересно ему придумывать новые туфли и наряды. Дальше в семье стало все плохо. Вот натальная карта Кристиана Диора. Она нам поучительна, как западным астрологам. Все-таки Сатурн в четвертом доме. С одной стороны, Сатурн рассказал нам о бизнесе семьи. И о том, что его отец владеет заводами по производству удобрений. Но с другой стороны, все-таки, видимо, пересилить Сатурн никаким навозом не удалось. Потому что при Сатурне в четвертом доме, в родительской семье, должно быть все очень хорошо или очень плохо? Очень плохо. А еще там южный узел и рядом Венера. То есть, не будет интерес к женской одежде. Венера на южном узле. Он был кармически предопределен. И еще тут Марс висит на досцельденском. Вот это вот мы очень не любим. И прямо, как из рога изобилия, посыпались неприятности. Брат попадает в психушку. Мама вся такая... Мама это Венера в четвертом доме, но на южном узле. Мама вся такая богемная. Вся любительница одежды, духовку и всего прочего. Не выдерживает этой новости про сына, сошедшего с ума, брата Кристиана. Заболевает раком и быстренько умирает. В течение нескольких месяцев. То есть, она сгорела. Она не перенесла этого, что сын сошел с ума. Мама сгорает. Папа впадает в депрессию, потому что семья у них была хорошая, у родителей. А тут кризис. Тут годы Великой Депрессии. Все это еще совпало. И папа, находясь под действием Сатурна, совершает неверный шаг. Вкладывает деньги, деньги пропадают, и семья разорена. То есть, вот крах семьи. Сатурн и южный узел в четвертом доме. Богатая, успешная, хорошая семья была разрушена. Была разрушена. Мама скончалась от рака. Папа жив, но полный банкрот. Он, видимо, от горя допустил ряд роковых ошибок. Ему посоветовали вложиться то ли в какие-то акции фирмы с недвижимостью, то ли что-то. В общем, деньги все пропали. Пропали. Все пропало. Все в состоянии. Все пропало. И Кристиан Диор оказался у разбитого корыта. Недвижимость большая. Все пропало. И пошел устраиваться на работу. Хотя до этого у него уже был собственный художественный салон. Папа дал деньги. Не хотел, но дал деньги. И на папины деньги, но еще до банкротства он открыл с другом художественный салон. Все это тоже пошло прахом. У них в салоне были картины. Они их выкупили. Пикассо, Дали, Ван Гог. И исходники, то есть вот именно оригиналы, он все это продал за копейки. До конца своей жизни Кристиан Диор говорил, я об одном только жалею. Как я мог продать картины? Да лучше бы я голодал. Я их никогда теперь не куплю ни за какие деньги. Как я мог продать эти уникальные оригиналы, причем за бесценок их продал, просто чтобы выжить. Просто чтобы выжить. Дальше война. И уже после войны, он уже много лет увлекается дизайном, нашелся один богатый человек, который согласился вложить в него деньги. То есть помочь ему открыть свой дом моды под своим именем Кристиан Диор. Вот сейчас будет интересно, коллеги. Вот у него по жизни всегда как-то друзья, меценаты, всегда ему помогали. Но 11-й дом пустой. У нас друзья и меценаты, это 11-й дом гороскопа. Как объяснить это при пустом 11-м доме? Ладно, у тебя Венера и Юпитер там стоят. А пустой. Как же объяснить, что друзья и меценаты, вы поняли, да, что он поднялся на чужих деньгах. На деньгах этого миллионера, с которым они познакомились после войны, еще во время войны, ну и потом после. И тот вложил свои средства в создание модного дома Кристиан Диор. Объясняет это звезда Альтаир. Звезда Альтаир, которая находится в соединении с Солнцем и Хероном. Вот для нас натальная карта Кристиана Диора, это хороший урок, еще раз впитать в себя энергию прекрасной звезды Альтаир. У кого звезда Альтаир есть на натальной карте, видите, как вам повезло? Вы этих меценатов притягиваете и без 11-го дома гороскопа. Звезда Альтаир, это как раз звезда, которая дает помощь и поддержку друзей и товарищей. В гороскопе Кристиана Диора Альтаир на Солнце. На Солнце. Во-первых, это еще то, что ему отец был другом. Отец говорил, не позорь нашу семью. Ну, когда тот сказал, что политологом не будет, а будет заниматься женской одеждой, отцу казалось, что сын увлекся чем-то недостойным, но он уговорил отца, убедил, и тот дал деньги на художественную галерею, спонсировал ее. Потом нашлись уже посторонние люди, а у Кристиана Диора Солнце в точном соединении с Хероном. Они в одном градусе, и Херон тоже на Альтаире, у него два Альтаира. Когда брат сошел с ума, мать скончалась, отец вложил все деньги и все потерял. Сам Диор, тяжко тоже переживал это все, впал в глубокую депрессию и думает, что мне делать. И вдруг почувствовал, мне надо ехать в Россию. Решил он, потому что там еще хуже. Потому что там все, кто там, им еще хуже, чем мне. Надо... Ну, а разве лучше? Судя по тишине, лучше. Судя по тишине в зале, значит, тут лучше, чем во Франции. Надо ехать в Россию, решил Кристиан Диор. У него не было в России никого. Он к России не имел никакого отношения, что там бабка, прапабка, ни малейшего. Кто его в гороскопе потащил в Россию? Альтаир. Альтаир. Вот можно было поехать в Японию, в Китай, в Корею, куда угодно, к черту на куличке. Он решил, что он поедет в Россию, чтобы выйти из депрессии. Это было гениально. Потому что все, приехавшие в Россию, посетившие ее, понимают, что это не так страшно. Да, это было гениальное решение. И он, как турист, в составе туристической группы. Это было в 30-х. Это было в сталинскую эпоху. Еще до начала Второй мировой войны к нам приезжали капиталисты. В ограниченном количестве. Но это делалось, чтобы показать, что мы все равно открытая страна. Мы принимаем из капстран желающих. Разумеется, их возили по самым интересным местам. И их не возили там, где коллективизация. И те убирают с головы и едят друг друга. Но он был умен очень. И он сумел все равно увидеть то, что ему надо. Он увидел главное. Он увидел, что в нашей стране очень красивые, но очень несчастные женщины. Поскольку Кристиан Тиор, Венера на Южном узле, он был огромным ценителем женщин и женской красоты. Это кармическое, это Южный на Венере. С этим надо было родиться. Этому нельзя научиться. Он понял, он приехал и говорил, что я с удвоенной энергией буду трудиться над лекалами. В надежде, что это когда-нибудь дойдет до русских женщин. Потому что они все очень красивые, но очень несчастные. Ну, как, собственно, в 30-е годы было не до жиру. Собственно, как и в 60-е. И одевались мы как-то вот не совсем по-французски, да. Не совсем. Поэтому, да. Поэтому его эта поездка вылечила. Он вернулся. Альтаир его напитала. И он вернулся полный сил. Полный сил. Правда, все равно немножко заболел гиперкулезом. Ну, это не из-за поездки в Россию. Но у него нет мутабельной тау-квадратуры. Он быстро вылечился. То есть он перенес в легкой форме туберкулез. Быстро вылечился. И больше этого у него уже не было. Ну, а теперь, коллеги, нам все понятно. Про Альтаир запомнили? Да. То есть какая-то связь, мистическая связь с Россией. Родился во время революции. И звезда Альтаир проявлена дважды в гороскопе. Ну, а теперь мы подходим к старт-апу. Друзья познакомили его с богатым меценатом. И сказали, что меценат хочет вложить деньги в новый модный дом. Ты приготовься. Вдруг ты ему. Твои идеи ему понравятся. Но желающих много. Так что сильно не надейся, что он даст тебе деньги. Диор понимал, что шансы его невелики. Но очень готовился. И представил этому человеку эскизы своих нарядов, которые вот он мечтает создать. Тот сказал, мне это неинтересно. Ну, Диор решил, ну, значит, ничего не получится. Но человек был глубокий. И он специально как бы дал тому тайм-аут. Выждал время. Этот бизнесмен. И назначил еще одну встречу с модельером. И тогда уже принял решение, что я вложусь в модный дом. И я беру долгосрочную аренду в Париже. Потому что если мы открываем модный дом, то это не в подвале должно быть. А это должно быть в солидном месте. Ну, это так нас и фэн-шуй учил, что в богом забытом месте новый бизнес открывать, конечно, неправильно. И он взял долгосрочную аренду не Диору. У Диора не было, естественно, таких денег. А этот спонсор, этот бизнесмен, который вложился в него в центре Парижа в восьмом квартале. Вы помните, мы начали изучать астрологическую карту Парижа? Я надеюсь, что я вам ее представлю как карту Москвы в напечатанном виде. Но, правда, еще не знаю, когда. А пока что мы ее на пальцах с вами изучаем. И тут вот нам по случаю перепала еще карта Испании. Если получится, то представлю вам и ее. Но не сегодня. А сегодня у нас модный дом Диор. Диор, этот человек сказал, спонсор, вы автор. И поэтому дом должен называться вашим именем. Вашим именем должен называться этот дом. Он существует и сейчас. Это сейчас самый парадный представительский бутик дома Кристиан Диор. И он и функционирует, и как музей, и как магазин. Нам интересно, правильно ли был сделан выбор с точки зрения астрологической карты Парижа. Находится он по адресу Авеню Монтейн, дом 30. Авеню Монтейн, дом 30. Вот на такое угловое здание, такое типичное, как вот в парижском стиле, с очень высокими, как у нас дореволюционная постройка была, с очень высокими потолками. Авеню Монтейн, дом 30. Что же можно сказать об этом адресе? Открыт он и днем, и ночью. И всегда много желающих его посетить. Давайте мы с вами сейчас попробуем определить, правильно ли был сделан выбор. Согласно астрологической карте Парижа. Напомню, что Париж когда-то был основан как поселение кельтов, которые назывались Паризии. Там жили в Паризии кельтское племя, и поэтому астрологическая карта Парижа, она функционирует в рамках вот этой агонической руки, где 20 деревьев, кроме сосны и бука. Вы все это изучали в свое время. И Париж поделен на 20 округов, которые по форме улитки. По форме улитки располагаются от центра города. И это астрологическая кельтская структура, вот астрологическая и административная карта Парижа. Еще я вам говорил, что это вылитый головной мозг, если вот посмотреть на анатомию мозга. И поэтому, конечно, за Парижан можно бесконечно радоваться. Мы с вами знаем, что мы тоже живем в космическом городе, наши семь холмов, но у нас другой принцип. А здесь именно кельтский принцип. И еще одно. У числа 20 есть еще одна магия. Помимо 20 деревьев, агама, которые помещаются на фалангах пальцев руки. В чем еще магия числа 20 из западной астрологии? Кто-нибудь помнит? Из западной, не из друидов. В друидами все понятно, это кельтские паризии, поэтому здесь все очевидно совершенно верно. В западной астрологии, кстати, еще и магию можно сюда, еще и магия здесь, потому что там 20, если вы помните, чего 20? Набуали. 20 это вообще число очень-очень астрологическое. Но магия с нагуалями к карте Парижа не имеют отношения. А вот западная астрология, это интересно, 20 лет это цикл соединения Юпитера и Сатурна. А этот цикл, это мы изучали с вами на третьем курсе, а цикл соединения Юпитера и Сатурна, это двигатель мировой экономики. Двигатель мировой экономики, то есть Париж, какой вывод из этого можно сделать? Париж всегда был, есть и будет очень богатым городом. Очень богатым городом и мозг, вот Москва на мозг не похожа. Москва город космический, но мозг не напоминает. Не похоже на мозг, а Париж это мозг и это богатство. Мозг и богатство. И вот эта гейтская структура, вот почему коллеги в Париже предпочитают купить квартиру. Очень многие люди богаты из разных стран мира. Не потому что они собираются жить в Париже и стать французами, не собираются. А потому что они знают, что это в любом случае очень ликвидное вложение. Что в Париж всегда стремятся все. А вы запомнили дату основания города? 8 июля. А еще это город любви, 8 июля. А еще это город любви, редкое сочетание Меркурия и Венеры. Меркурий мозг, Венера любовь. И это все Париж. Вот ни о Берлине, ни о Лондоне, ни о Мадриде, ни о других европейских столицах таких восторгов нет. Нет таких восторгов. А вот о Париже все восторги достаются всегда именно Парижу из европейских столиц, потому что уникальное зачитание всего, чего только можно. Итак, коллеги, вот здесь, в восьмом округе, недалеко от центра, открылся когда-то первый бутик и дом моды христиан Диор. А сейчас мы поймем, правильно ли был сделан выбор места. Насколько выбор места оказался удачным. У Диора есть логотип. Логотип Диора это буква Д. Буква Д это логотип Диора. Ну, первая буква в фамилии. Буква Ди это логотип Диора. Буква Ди. Вот буква Ди. А теперь давайте сообразим, под какой буквой и деревом находится восьмой округ Парижа. Правило там очень простое. Первый округ Парижа, мы это в тот раз с вами рассматривали, соответствует первому дереву в акомическом порядке, это береза Б. Второй округ Парижа это рябина Эль. Третий округ Ольха. Четвертый Ива. Пятый Ясень. То есть оно идет вот такими пятерками. Шестой округ Парижа Боярышник. Седьмой Дуб. И восьмой Падуб. Восьмой округ под буквой Т. Т это агромическая буква клёна или падуба. Старший Аркан. Кто помнит Старший Аркан? Колесница. Колесница. Во-первых, во-первых, всё, что под колесницей, это всё масса туристов, то есть те, которые покупают. Те, которые покупают. А во-вторых, Т и Т соседние фаланги. То есть выбор места оказался гениальным именно с точки зрения бренда. Бренд Д, Диор. А магазин открылся вот в этом месте. Восьмой округ Парижа. Который соответствует клёну или падугу под буквой Т. И начался, сразу начался практически бешеный успех. Не знаю, поняли вы или нет, но Диор, он прежде всего был моделье. Он не парфюмер. Он с юности увлекался фасонами женской одежды и женской обуви. Диор считал, что он понимает, как должна выглядеть одежда и обувь. Женщины, чтобы быть привлекательной. Это Венера на южном узле. Это его дар был кармический. Вообще, судьба его сложилась не самым счастливым образом. Потрясения молодости семейные. Распродажа за бесценных уникальных полотен. Локти кусал до конца своих дней потом. Но картины было не вернуть, естественно, уже. И всё это сказалось на его личном жизненном облике. Он посвятил себя целиком и полностью работе. Потом он стал сверхбогатым, естественно, человеком. Но он решил для себя, что он не будет прожигать жизнь. Он будет только работать. Он изнурял себя работой и очень рано умер. Его не стало 50 с лишним лет. Он скончался от сердечного приступа. Он был в Водолее. Мы знаем, что Водолеи первые пациенты кардиореанимации. А тогда ещё кардиореанимации не было. Он был в Италии в командировке. И там, прямо в Италии, у него случился острый сердечный приступ, и он скончался. Быстро, не мучаясь, но очень рано он ушёл из жизни в 50 с небольшим. Очень рано. А сколько бы ещё мог сделать? Так я к чему сейчас это говорю? Я подвожу к духам. Подвожу к духам. Когда был кризис, вот помните, в Россию поехал? В Россию. Все не понимали, зачем ты туда едешь? Там Сталин. Что ты там хочешь увидеть в России? Кстати, коллеги, сегодня сообщили, что Северная Корея нам даёт безвизовый режим. Так что вы давайте, как сегодня, когда сюда, вы давайте Северную Корею, чтобы подриться, приехать сюда и понять, что мы, как он, да, прогулялся из Шпанции, вернулся и понял, что, в общем, всё как-то не так и плохо. Извечный закон, что всё познаётся в сравнении. А я не говорю, что в Северной Корее плохо. Просто надо съездить и посмотреть, да, как живут люди при коммунизме, при котором мы, кстати, никогда и не жили, а только приближались к ним. Так вот, коллеги, он посетил гадалку ещё один раз. Но это уже была другая гадалка. Он очень верил в судьбу. Это тоже южный узел. Он очень верил в будущее, в пророчество. Очень. Первый раз, когда ему было 14 лет, когда он расстроил родителей, что будет жить за счёт женщин. Второй раз он пошёл к гадалке, уже другая была гадалка, спросить о будущем. И она ему сказала, ты станешь невероятно богат, но я вижу женщины, женщины, женщины. И они все что-то мухают. Это опять загадки. Но женщинам он уже не удивлялся, он уже понимал, что это мечта и все его жизни делать женщин красивыми. Одеждой, обувью. А нюхать-то что? А гадалка предвидела, что он ещё станет кем? Он не планировал этого. Парфюмером. Он не планировал, а потом, когда он увлёгся парфюмерией, он понял, что одежда – это ерунда. Вещи, они красят женщину, но женщина не будет ходить в одной и той же одежде. Не советская женщина, а французская, она не будет ходить в одной и той же, пусть даже в самой лучшей одежде, каждый день, а духи. Вот путь прямой к магии, любви и к сердцу женщины. И он приобретает вторую профессию. И он становится парфюмером, то есть вторая гадалка, она тоже как бы направила его на путь истины. А почему он таскался по этим гадалкам и предсказательницам? Потому что у него асцендент в Скорпионе, он был мистически настроен. И потому что у правителя асцендента Плутон в восьмом доме. Страх беды толкал его к предсказателям. У правителя первого дома в восьмом доме. В восьмом доме. И он увлёкся парфюмерией. И парфюмерия Диора. Вот посмотрите, коллеги, та самая буква Д, буква Ди, которая рядом с буквой Т. А путик открыли в округе буквы Т. Т это, между прочим, квадруида. Это вообще тот дуб. Это ещё и очень сильная поддержка от самой энергии друиджа. Буква Д. Ну а что делает Диор? Современный дом моды Диора, кстати, купил тот, кто сейчас хозяин Луи Виттона. Для укрепления бизнеса. Диор купил владелец Луи Виттона. Сейчас у всех этих домов один владелец. Там и косметика, и аксессуары, и одежда, и сумки. Парфюм. Вот теперь мы подходим к самому интересному. Визитная карточка парфюма Диора. У Диора много разновидностей духов. И это по продаваемости другие марки Диора, это четвёртые в мире по продаваемости. То есть они отхватили 25% мирового рынка. Только, коллеги, что значит водолейское сердце? Ему же это всё богатство уже и радости не принесло, потому что в 50 с лишним лет он отправился в могилу. Он отправился в могилу. Но зато это принесло в основное состояние тем, кто владел этой маркой Диора. Диора называются эти духи по-французски, это произносится как пуазон, а по-английски немножко иначе, как по-английски по-изом, по-французски пуазон, а по-русски яд. Яд, да, яд это переводится духи по-французски, это сердце парфюмерии Диора. Дело в том, что духи названы ядом, это, конечно, смесь. Это смесь, помните, как парфюмеры называют компоненты, я бы в тот раз назвал, нотами, они себя мнят композиторами. И как композитор из нот составляет симфонию, так современные парфюмеры из нот составляют парфюмы. Почему яд? Это не одно какое-то вещество, там много нот, но все это вместе дает запах, который называется яд, и этот запах сопутствует стартапам. Почему именно этот запах, запах пуазона является квинтэссенцией усилий Кристиана Диора? Потому что запах яда помогает тебе бесстрашно начинать новое. Когда его познакомили с этим богачом, Диор при первом отказе, помните, я вам рассказал, первая встреча, спонсор сказал, мне это не интересно. И Диор даже обрадовался. Обрадовался, потому что он подумал, а и правда, сейчас вот подпишусь, возьму чужие деньги, ничего не получится. Как я потом буду выходить из всего этого? Он даже обрадовался. А когда во второй раз, после второй встречи, спонсор сказал, я согласен, мы открываем ваш модный дом и создаем новый бренд. Диор обрадовался, но испугался. И вот цель яда, не бояться начинать новое. Яд не в смысле отравления, а запах яда, который должен убить в тебе, что убить? Страх и сомнение перед началом нового дела. Убить страх и сомнение. Ты, запах яда, даст тебе силы. Даст тебе силы начинать новое. Начинать новое. Поэтому пуазон фирмы Диор всегда он выпускается в темных флаконах. Темные, темно окрашенные, иногда почти черного цвета флаконы. Ну, поскольку яд, ну, в кавычках яд, не может быть в светлой бутылке, он должен быть темным. Ты побрызгалась ядом, и ты не боишься начинать новое. Кому французские агрологи советуют брызгаться ядом? А женщинам, которые испытали развод или расставание. Им надо убить в себе вот ту прошлую жизнь, для чего ее надо убить? Чтобы начать новую. Совершенно верно. Надо изгнать из себя память о бывшем муже или любовнике. Хорошие это воспоминания, плохие. Их надо изгнать. Если воспоминания хорошие, тем хуже для тебя. Это еще больше затормозит в тебе возможность встретить другого мужчину. Если у тебя слишком хорошие воспоминания остались, плохие воспоминания, они получше в этом смысле. Но все равно яд нужен, чтобы отравить все прошлое. Чтобы ты не боялась начинать будущее. И французские парфюмеры говорят, у вас сегодня первое свидание. Подушитесь, Муазон. Подушитесь. Не потому, что они... Что это лучше, чем Шанель или что-то. Но просто каждое для своего. Когда ты идешь в банк договариваться о кредите или в налоговую об амнистии, от тебя должно пахнуть деньгами. И тогда запах не Диор, а Шанель. Но когда ты идешь на первое свидание, от тебя не должно пахнуть деньгами, от тебя должно пахнуть смелостью. А чтобы была эта смелость, нужно отравить все прошлое. И в этом смысл духов Уазон. Уазон оказался так популярен, что парфюмеры Диора создали целую линейку. Целую линейку есть Пуазон Герл. То есть Пуазон, так сказать, девичий. Девичий Пуазон. Ну, у девичий тоже, у девушек тоже. Расставания и сердечные драмы случаются. Пуазон Герл. Ну, в более таком светлом флаконе. Создали Миднайт Пуазон. Что такое Миднайт? Полуночный Пуазон. То есть, чтобы как бы тогда, когда встреча уже произошла первая, и уже дело близится к полуночи, то есть отношения развиваются, и полуночный Пуазон, Пуазон Миднайт, фирмы Диора, он должен отравить все прошлое, что мешает гармоничной, интимной жизни женщины. Пуазон Пьюр. Что значит чистый яд? Яд в чистом виде, нарочно, практически в белом флаконе, хотя все те пуазоны в темных флаконах, это когда женщина вообще не верит, что ей суждено еще быть любимой, еще раз выйти замуж, кого-то встретить. Если она совсем поставила на себе крест, и прошлое не дает ей вырваться, это память наша, это наша зловещая память, главный наш тормоз. Ей нужно брызгаться чистым ядом. Пьюр Пуазон, чистым ядом, ядом в чистом виде. Ну, а коллеги, что же... Субтитры сделал DimaTorzok